Российское законодательство постоянно совершенствуется, но время движется так стремительно, что законодатели не успевают вносить изменения в законы. Пробелом в этом важном сегменте была посвящена Международная научно-практическая конференция, которая в эти дни проходит в столице Чувашии. Столица Чувашии стала площадкой для участников Международной научно-практической конференции уже в восьмой раз. Она посвящена памяти академика Владимира Кудрявцева. Известный ученый-юрист активно участвовал в разработке многих российских законов. Этого требуют наши реалии. Законодатели не успевают совершенствовать нормы, которые на самом деле своевременно должны соответствовать всем тем изменениям, всем тем веяниям, которые происходят в реальной практике. Отдельное отставание есть. Пробелы в законодательстве по сравнению, конечно, с другими странами мира, можно сказать, и есть. Но в то же время я хочу подчеркнуть, после развала Советского Союза, практически когда не стало Советского Союза, разделение произошло. Но и Российской Федерации, нашей любимой стране, нужно было совершенствовать. Сегодня современная Россия – это правовое государство. И регионы Российской Федерации привели все свои законы, все свои нормативно-правовые документы в соответствии с федеральным законодательством. Это очень важно. В рамках конференции обсуждались такие важные юридические аспекты, как реформа в сфере государственных закупок, развитие права, теории, практика ведения уголовных процессов. Кстати, Чебоксарский кооперативный институт, на базе которого проходит фестиваль, не в первый раз принимают у себя участников. Аналогичная конференция уже проходила в этих сценах в 2010 году. Была достаточно представительной и результативной. По итогам ее работы были опубликованы ряд статей, в рецензируемых в журналах, изом сборных материалов конференции. Улучшились научные связи с регионами и ведущими научными центрами нашей страны и зарубежья. Хочу отметить, что имя и заслуги Владимира Николаевича Кудрявцева, как ученого и государственного деятеля, широко известны всем нам. В конференции участвовала научная элита не только из российских регионов, но и стран СНГ. Научно-педагогические работники, аспиранты, студенты, а также представители государственных органов власти, управления и сферы бизнеса из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана высказали немало предложений по совершенствованию законодательства. Кстати, самые лучшие научные статьи будут опубликованы в сборнике системы РИНС и в журнале издательского дома ЮРВАК. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.